У вас, ребят, реально много предложений для машин и роботов, которые мне стоит построить. И это супер круто, за исключением того, что они все, блядь, отвратительны. Нет, я никогда не строил роботов по запросам людей, и мне показалось, что вы, ребята, поможете мне с этим. Немного неожиданности. Но вы, ребят, продолжаете раздувать количество, одно за другой. Дерьмовые идеи в моих, странных, комментариях. Давайте посмотрим. У, сделай робота, который стреляет куриными наггетами. Это очень интересно. Позвольте, сохрани... О, я перетащил это в корзину. Вот я растяпа. Тебе стоит сделать робота, который вздрачивает тебя. Только подумайте, как могло это быть забавно, ты выбежишь. Тебе стоит сделать робота, который периодически теребит мышку из стороны, чтобы мой компьютер не уходил в сон. Робот-пылесос, который матерится и орёт, когда наткается на что-то. Мне это зашло. Когда ты открываешь свою машину, она говорит, «Плефет, уву». Слушайте, для меня знакомо понятие плохих идей. Я сделал буквально каждое видео на моём канале. Но эти идеи, они... Они турбо-херня. Но я не собираюсь ничего говорить без подкрепения своих слов. Ладно? На самом деле, я воплачу в жизнь некоторые ваши идеи, чтобы показать, не в обидном ключе, желая вас унизить, без нотки злости, что ваши идеи плохи. И вы не правы. И я вас отравлю. Ладно, давайте же начнём. С этого. Верстаг, который каждые 10 минут скидывает всё на пол на то, над чем ты работал. Это не величайшая идея... Короче, пизду. Я это сделал. Я это сделал. Просто напечатаю пару деталей. Мне это пизды. У нас есть эта часть. Эта часть. У нас есть, эээ, две части вместе. Жри мою чёрную жопу, Уилл. Ебучий сенсорный экран. Нам теперь это надо напечатать. Это займёт примерно 5 часов. Вот твоя идея. Полная сборка. У нас есть электроника. Всем похуй. У нас есть микроконтроллер. Всем до пизды. Вот та самая деталь, которую мы только что напечатали. Она удерживает, на месте, сборку моторов. Сборка моторов будет крутить этот пневматический цилиндр, который удлиняется. Я знаю, что это не часть запроса. Но я хотел это добавить, чтобы сделать его немного круче. Понимаешь? Чтобы показать, что я принимаю максимальное усилие. Что это в будущем ужасно и не работает так хорошо. Это не потому, что я не стараюсь. Это потому, что это тупо и есть. Давайте посмотрим, как эта предложенная идея работает на практике. Я просто буду подкручивать болты на этой фигне, пока что-то произойдёт. Кто же мог это предвидеть? Какая интересная и заставляющая задуматься идея. Спасибо большое за твое предложение. Он начал смс. Это не было настолько плохо, здесь были довольно интересные элементы. Вы знаете, здесь был код, здесь была электроника. Мне пришлось использовать пневматику. Пришлось напечатать несколько деталей. Хуйня, идея 0 из 10. Мы просто продолжим, пока я не вышибу себе. Тебе стоит сделать клеевой пистолет, который реально стреляет с горячим клеем. Динь-динь-динь. Это отбракованное последствие дерьмовой идеи. Ты знаешь, насколько вязкий и текучий горячий клей? Это жидкость. Оно оседает на дне в вакуумной камеры. Это так, это невозможно, это требует... Это видео вредит моему здоровью. Было круто. Эта штука сосёт жопу. Оно нигде не стреляет с горячим клеем. Просто вытекает с другой стороны. Даже под воздействием 65 атмосфер постоянного давления. Потому что горячий клей... Но вы просили это, поэтому я это сделал. В основе этой штуки лежит пневматический пистолет, который я одолжил у Бива Озмита. Я накачиваю 60, 70, 80, любым количеством, которое мне хочется атмосферных давлений. Потом подавление подается в этот промышленно-нагревательный элемент для горячего клея, в который как раз ты загружаешь в свой горячий клей. Наконец мы имеем вот эту напечатанную структуру поддержки, которая фиксирует камову... Камову... У меня приступ! Результат всех этих трудов настолько, блядь, волнующий, вы не представляете! Я просто хочу, чтобы вы знали, когда все это настроено и готово. Не я постил эти комментарии. Это ваша вина. Ладно, у нас все готово. У меня есть этот палочный домик, который я тоже украл у Бива, но он выглядит немного поломанным. С тех пор, как я сам сломал его секунд 30 назад. Поэтому давайте проведем немного профессиональную аппликацию с нашим клеевым пистолетом, который стреляет реальным клеем. Эта часть идет сюда. Очень хорошо, очень хорошо. Давайте добавим немного клеева сюда, сюда. О, да-да-да-да. Думаю, еще немного сбоку, на поддерживающей палке. Если я смогу это сделать там... Да, очень хорошо. Да, клади это сюда. Это, блядь, тупо. Это не моя вина. Не я оставлял комментарий. Это ваша вина. Дайте мне одну. Дайте просто одну. 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 Идею, которая не ужасна. Для кого-нибудь робота. Я ненавижу каждого из вас. Теперь я делаю изменения 3D-модевирования каждой части этого ебучего робота. Спустя 5 часов, как это все напечаталось, я это собираю все единые детали. Коробка передачи мотора получилась паршивой. Эй, Маклсом, иди нахуй. Теперь время проводки на это не настолько сложно, потому что оно потребляет всего 5 вольт. Теперь код, который используется на жатии кнопки для опрокидывания воды. Нахуй все это дело. Ладно, забудем о всем этом. У нас все подготовлено. Я просто поставил стакан воды на робота. И мы будем запускать машину с помощью этого. Я сделаю это из коробки сухих завтраков и немного электроники. Поэтому при повороте ключа она заряжает машину. И я надеюсь, ребят, вы готовы лицезреть немного искр. О, подожди. Не было никаких искр. Потому что на работе всего на 5 вольт. И это не так много электричества. Поэтому единственное, что произошло, оно поджарило всю электронику на борту. Поэтому из всего этого я больше ничего не могу использовать. В особенности этот микроконтроллер. Поэтому это круто. Выбрасываем это в мусор. Я реально ценю эту идею, не считая факта того, что она ужасная. И я хочу умереть. Спасибо за просмотр моих спаданий. Если есть что-то хорошее, что я отсюда можно извлечь, то я абсолютно уверен, что никто больше не оставит идеи для робота в моих комментариях. И я забаню вас в каналах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!